Ржавые баржи, мешки с грунтом. Этот вал – единственное спасение во время половодия. Но в селе Волжске Янатайского района и это берегоукрепление износилось. Его установили 40 лет назад. Каждый год сельчане и местная администрация укрепляют вал. А как же именно укрепить? Думали и о сваях, думали и о укладке щебня. Но в то же время понимаем, что здесь очень глубоко. Есть даже версии о том, что вода у нас доходит почти до центра посёлка. То есть здесь подземные воды. Дома расположены в 10 метрах от вала. В соседних замьянах ситуация с подтоплением более серьёзная. Там нет металлических барж у береговой линии. Опасная зона занимает около 20 километров вдоль берега. Укрозы затопления при большом половоде есть в 22 посёлках области. В них проживает 50 тысяч человек. С этим вопросом ознакомился глава региона Игорь Бабушкин во время встречи с местными жителями. На протяжении долгого длительного времени там таким хаотичным способом люди предпринимали усилия для того, чтобы береговое укрепление не размывалось. Я полагаю, что эту проблему нужно решать в комплексе. И в первую очередь нужно задуматься о том, что надо поменять русло реки. И в этом смысле мы должны подготовить проект и совместно с Министерством природных ресурсов этим процессом заниматься. Субсидии для укрепления должны были предоставить в рамках федеральной программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Она рассчитана до 2019 года. Глава региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить ее действия. Ответ положительный. Наряду с вопросом берегоукрепления жители указывают на проблемы с водоснабжением и газификацией и Натайского района. Мы живем на трубах газовых, а у нас нет газа до сих пор. Мы отталкиваемся электричеством. Электричество очень дорого. Нашей пенсии не хватает. По 10 тысяч мы платим каждый месяц. Эта проблема актуальна для жителей населенных пунктов Береговой и Кичибирский. Они входят в Средневолжский сельсовет. С 2020 года начинается проектирование газопровода Замьяной-Бугринской. И там газоотвод на Кичибирске тоже будет соответственно. Да, да, да. То есть в 2020 году начнется проектирование и завершение строительства в 2022 году. Один из главных вопросов для сельчан – строительство Дома культуры. Он приостановил свою работу в 2006 году из-за аварийного состояния. В 2018 начали строительство нового. Провели водоснабжение и электричество. Дом культуры рассчитан на 200 человек. В планировке зал, библиотека. В смете также предусмотрен проектор для кинопоказов. В этом году в области планируется построить еще пять новых домов культуры. В 2020-м – шесть. Строительство с использованием средств федерального бюджета. Состояние межпоселковых дорог – еще одна проблема. Между Серогласской и поселком Волжеской. По этой дороге каждый день детей возят в школу два раза в день. 30 человек детей. У нас нет связи с шамваем по этой дороге. У нас здесь сберкасса, администрация, больница. Пенсионеры ездят по этой дороге. Они целый день прокапаются, а потом едут домой, по этой дороге трясутся. Были случаи, что школьный автобус сходил с трассы в зимнее время. У нас дополнительное будет финансирование по концу года в дополнение к тем средствам, которые уже выделены. И поэтому я полагаю, что мы этот вопрос тоже будем решать. Будем решать, постараемся его решить достаточно быстро. Программа развития дорожного хозяйства в Астраханской области включает ремонт региональных дорог. Сейчас разрабатывают проектную документацию. Их ремонт запланирован на 2021 год. Отремонтируют участок прибрежный новострой. Работы намечены на осень этого года. Вопрос с водоснабжением жителей Янатайского района стороной не обошел. Здесь нет очистных сооружений, сети изнужены. В связи с этим перебои, подача воды. На разведение сетей требуется 85 миллионов рублей. Следующая точка. Поселок Янатаевка. Здесь подняли вопрос о расселении из аварийного жилья. В общежитии филиала АГАСУ проживали 53 семьи. С 2013 года он признан частично аварийным. Людей оттуда выселили, в том числе и наших обучающихся. Жилье на замену не предоставили. По поручению главы региона Игоря Бабушкина этот вопрос будет передан в прокуратуру. Вопросов у жителей Янатайского района много. Временно исполняющий обязанности губернатора Игоря Бабушкина передал их главе Янатаевского района Сергею Левшину. Обращения отработают в ближайшее время. Затем отчеты о работе отправят главе региона. Анастасия Лонькина, Руслан Асанов, Центр новостей.